Вопрос по поводу Юры Пранько и почему программа «Реальное время» закрыта. Надо сказать, что вчера вечером я действительно сообщила Юре о прекращении наших взаимоотношений. И это связано с тем, что я по воле своего характера не люблю людей, которые врут и манипулируют другими людьми. А Юра поступил именно таким образом. И чтобы аудитории не оставалось вопросов в данном сегменте, я хочу сообщить о том, что Юра самостоятельно принял это решение и последнюю неделю самостоятельно прощался с аудиторией и программой «Реальное время». Более того, это решение он принял много раньше, в ноябре, когда трудоустраивался на другую работу. И более того, руководитель этой другой работы спрашивал у меня согласия на переход Юры на эту другую работу. После чего Юра вернулся с вопросом, могу ли я остаться. Я постаралась найти место и найти время для программ с участием Юрия Пранько. Тем не менее, Юра продолжил взывать к публике, взывать к закрытию программы и подавать это в таком ракурсе, что радиостанцию давят. Радиостанция вовлекается в процессы, связанные с Кремлем и прочими реакциями на оппозицию и свободу слова. Вот я вам категорически заявляю, что никакого давления ни на меня, ни на радиостанцию, ни на кого бы то ни было здесь нет. Я никогда не влияла на мнение авторов и ведущих внутри программы и не буду этого делать и впредь. Это авторские программы. И Юра все, что хотел, то и говорил в прямом эфире. Это право каждого ведущего на радиостанции. А то, что и как поступают люди в ситуациях, когда не могут усидеть на стульях, это уже их проблемы. Учитывая, что реальное время, предложенное для Юры по вторникам и пятницам, как все поняли в записи, было обусловлено лишь только тем, что Юра работает на другой радиостанции и не может присутствовать в это время в эфире. У меня опять же отпадают аргументы против того, или аудитория должна отпасть эти аргументы против того, что его каким-либо образом здесь зажимают и сдавливают. Все это я говорю именно потому, что Юра не остановился. И хотя я просила его об этой возможности, все-таки продолжил эту беседу. Что касается будущего, у нас появятся новые авторы. Это Степан Димура, Игорь Виттель, Сергей Асланян в ежедневной линейке. Это Андрей Грибанов, Наталья Шатова, Сергей Ильин, Тутта Ларсен и Ирина Ясина. Всех этих умных, интересных и замечательных людей встречайте в новом году. В новом году у нас будет много поводов для встреч, много радости. А уж пользуясь последними секундами уходящего часа, я хочу поздравить всех слушателей с наступающим Новым годом и пожелать исполнения желаний тех, к которым вы стремитесь. Гендиректор и главный редактор Финам.ФМ Мактерина Романова. Я лишь скажу, что кроме нее эти два часа в студии провели Илья Колосов и программный директор Михаил Куриной. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Желаем вам всего самого доброго. До свидания. До наступающего года. До наступающего.